Зовут меня Бондаренко Елена Георгиевна. Конечно, хотелось бы отметить огромную работу экзоатлета в плане подготовки очередного симпозиума. Очень приятно, что он проходит в Москве. Прошлый симпозиум проходил в Южной Корее и, конечно, привлек больше внимания корейских коллег, врачей, специалистов, которые только начинали пробовать, что такое экзоатлет, и им было интересно узнать наш опыт. Сегодня у нас площадка изумительная, где мы не только делимся с коллегами своим опытом, но и спрашиваем, кого что получается. Присутствует очень много специалистов, которые полтора года назад, уже почти два, прошли учебу на первом нашем образовательном модуле. И просто горжусь их результатами, потому что они не только пробуют то, чему научили их мы, но они внедряют что-то новое. И, конечно, те результаты, которые сегодня спикеры озвучили, дают колоссальную возможность и оглянуться назад, и порадоваться победам, и смотреть с огромной перспективой вперед. Потому что только маленькие шаги сделаны в оценке эффективности экзоатлета на территории России, на территории других стран. И перспективы эти колоссальные. Что удалось нам за этот год? Мы не стоим на месте. Мы расширяем наших пациентов по их диагнозу, по их состоянию, по их возможностям. Радует то, что у нас есть примеры, которые уже на протяжении двух лет получают реабилитацию в экзоатлете. Люди не разочаровались. Они каждый курс отмечают какие-то новые изменения в своем состоянии. Они подпитывают нас своей энергией, дают нам очередную порцию двигаться вперед, разрабатывать что-то для них новое. Ну и, конечно, это возможность того, что экзоатлет приходит на территории. Это не только центральные базы, не только Москва, это не только за рубеж. Это обычные города, где живут обычные люди. И у них появляется, конечно, колоссальная возможность быть вовлеченными в реабилитацию с самым современным оборудованием. Когда мы стали активно работать на базе 1-й городской клинической больницы с применением экзоскелетов, стал вопрос, какой стандарт это вести и как услуга это будет сформулирована. К сожалению, стандарт как таковой утвержден на сегодняшний день не был. Может быть, это наша тоже перспектива. Но у нас есть возможность на втором этапе в рамках обязательного медицинского страхования, того тарифа, который подразумевает реабилитацию пациентов после позвоночно-спинно-мозговой травмы, применять и механотерапию, в том числе роботизированную. В принципе, оплата этого тарифа для второго этапа достаточно для того, чтобы ресурс человеческий, в том числе, были вовлечены и дали возможность пациентам получить процедуры тренировок на экзоскелете. На сегодня это госпитализация на второй этап реабилитации и комплексное лечение. То есть это и лечебная физкультура, это массаж, это психологическая помощь, кому она требуется, и механотерапия на тех тренажерах, которыми оснащены любые медицинские организации. Ведь на самом деле, если мы сравним, есть рекомендуемый перечень оснащения, и когда идет формулировка механотерапия, роботизированный тренажер, под это подходят несколько вариантов оборудования. Но экзоатлеты считают один из них, который как раз может использоваться медицинскими организациями. Вопрос, может быть, упирается еще в содержание, наполнение этого стандарта оснащения. И хотелось бы, чтобы после клинических апробаций экзоатлет уже полноправно был вписан, рекомендован в программу реабилитации пациентов после разных заболеваний. Это не только позвоночно-спинно-мозговая травма, но и все заболевания, о которых сегодня говорилось на симпозиуме. Я считаю, что это как раз-таки не трата времени, а это и учеба нас самих, потому что наука не стоит на месте, медицина развивается. И новые элементы, которые улучшают качество жизни наших пациентов, они ведь обогащают нас. То есть когда-то это были только упражнения, когда-то это были только простые снаряды, мячи, палки, эспандеры, которые появлялись. А на сегодняшний день это такая роботизированная техника, которая пришла в нашу жизнь, и почему бы ее не применять в медицине. Поэтому я считаю, что мы тратим не наше время, наверное, неправильная постановка вопросов, а мы занимаемся улучшением медицинской помощи. И если это дается путем того, что развивается наша наука, то, что это отечественная разработка, это, конечно, колоссальный шаг вперед. Я думаю, что это не последняя разработка, потому что наши пациенты попробовали входить в экзоатлете, говоря, значит, есть новые надежды, есть новые рубежи, к которым мы должны стремиться. И когда-нибудь все-таки придумают такое, что мы сможем идти уже без экзоскелета даже сами. А почему бы нет? Если мы три года назад еще не думали об экзоскелете как о нечто таком, что войдет в нашу жизнь, на сегодня какая масса людей, они уже понимают, принимают и верят. Если вспомнить, оглянувшись три года назад, когда мы впервые встретились, то есть было очень много недоверия, сомнений, что это такое, как оно будет реализовано. Я считаю, что сегодня это уже наша норма жизни. У нас прошли два образовательных курса, на самом деле, вот тот, который мы проводили первый в Москве, и один был проведен в Архангельске. Все зависит от потребности. То есть сейчас идет продажа колоссальная, но на любом оборудовании нужно работать грамотно. Соответственно, это не только техническое сопровождение, когда мы показали, как включить, как выключить, но и немаловажным является, чтобы врачи не наступали, как говорим по-русски, на те же грабли, на которые наступали те, кто начали работать несколько лет назад. Поэтому передача опыта, передача возможности правильного подхода к формированию индивидуальной программы реабилитации с применением экзоскелета, вот это та цель, ради которой мы этот курс создавали. Я думаю, что когда пойдут продажи более активно, курс будет более востребован. На сегодняшний день мы работаем только на втором этапе. Плюс для Архангельской области в этом какой? Территория огромная. На некоторых территориях очень сложно добраться, нет постоянного сообщения дорогами, только вертолет и зимник. Конечно, пациентам, которые пользуются инвалидным креслом-коляской, какими-то другими техническими средствами, преодолеть такую дорогу очень сложно. И, например, пожить и амбулаторно получать курсы тренировок на экзоскелете. Но хотелось бы, чтобы у всех были права и возможности равные. Поэтому стационар такую возможность дает. На сегодня всех пациентов, которые тренируются на экзоскелете, мы госпитализируем согласно их срокам лечения. Но хотелось бы, чтобы эта технология, эта возможность выходила на амбулаторный этап. Во-первых, это было бы дешевле государству, то есть не надо тратить средства на стационарное лечение. И те, кто прошли один-два курса, адаптированы, научены, они, конечно, могут посещать и получать эту тренировку амбулаторно. Вопрос в том, либо где жить на центральной базе для нашей области, и получать тренировку, либо чтобы экзоскелетов было много, и они вошли в нормальную жизнь, даже в небольших населенных пунктах были доступны. Уважаемые коллеги, добрый вечер уже, наверное, или еще день. Очень приятно вас всех видеть. И после такого пилотного, марсианского, как уже назвали, доклада, я предлагаю вам опуститься на нашу грешную землю. И рассказать, конечно, хотелось бы уже и, может, таком отдаленном немножко от Москвы и Кореи, опыте внедрения экзоскелета на территориях. Ведь всегда первый вопрос, который возникает, когда мы видим какое-то чудо, а как это чудо будет реально воспринято и развиваться на всей территории страны. Понимаем, что в первую очередь центральные базы, клиники имеют больше шансов получить, опробировать, внедрять все самое передовое и совершенное, но каждый человек, который приехал и в центре что-то попробовал, возвращается домой. Поэтому я, может быть, не назову и не приведу каких-то глобальных новшеств. Я, наоборот, хочу попытаться обратить внимание на какие-то нюансы обычной человеческой жизни. И самое главное, что меняет в этой жизни те новые технологии, которые бегут к нам, врываются в нашу жизнь. Сегодня во время мастер-классов многие из вас подходили к пилотам, задавали им какие-то вопросы. Если вы проанализируете, наверное, большая часть вопроса все равно сводилась к тому, что изменилось в вашей жизни, каков эффект от этих тренировок. И, наверное, мало кто задавал вопрос, а что вы ждали от этой тренировки? Какие ожидания у вас были, когда вы попробовали на себе первый раз экзоскелет? Я хочу начать свое выступление таким принципом human agency, который во всем мире широко сейчас как термин используется, на русский язык перевести его сложно. По сути, человек является агентом своей жизни. Ведь персонифицированный подход начинается с того, когда мы не просто оценим функциональное или физическое состояние пациента, а мы выстроим некую его дальнейшую биографию, его жизненный путь, который характерен только для него, в тех условиях, в которых он живет. И все новшества, которые входят в жизнь, мы анализируем с науки, с точки зрения изменений в организме. А человек анализирует свою конкретную ситуацию. Поэтому, конечно, каждый из вас, проводя глобальные научные исследования, все равно одной из задач продвигает оценку критериев индивидуальности тренировки. И буквально несколько слайдов я хочу показать, на мой взгляд, очень значимых. Не уверена, что каждый из вас познакомился с этими клиническими рекомендациями, которые были утверждены еще в 2017 году Союзом реабилитологов России, которые касались введения пациентов с последствиями позвоночно-спинно-мозговой травмы на втором и третьем этапе. Проблема третьего этапа. То есть я не буду зачитывать полную слайд, с вашего позволения. Хотелось бы обратить внимание на то, что мы пока не имеем хорошего реабилитационного тарифа. И, соответственно, проводить дорогостоящую реабилитацию, которая будет сидеть в тарифах, посещении законченного случая обычной поликлиники, это не совсем выгодно. Но ведь, согласитесь, наши пилоты, наши специалисты уже готовы к тому, чтобы на поликлиническом уровне, а может даже уже с выходом домой, внедрять экзоскелет. И как раз тогда мы учтем вот эти индивидуальные особенности среды, в которой человек живет. Объективная оценка должна, конечно, проводиться по общепринятым валидным шкалам, в том числе социальную активность и участие в общественной жизни человека. Ну, я с гордостью всегда привожу пример нашего пилота, которого вы видели на втором мастер-классе. Они сегодня с женой присутствуют на симпозиуме. Когда после нескольких месяцев тренировок Сергей обратился и сказал, ребята, у меня есть огромное желание, я хочу венчаться. На коляске после спинальной травмы, да, он этого не сделал в течение 8 лет после травмы, а на экзоскелете он прошел эту процедуру. И я считаю, вот это как раз показателем того, что это не просто технология, улучшившая его физическое, функциональное, эмоциональное состояние, а это вот та реализация потребностей, которая есть у каждого из нас. Ну, с вашего позволения, еще раз Галина и Сергея поздравлю с этим событием. Спасибо за поддержку. Ну и хотелось бы обратить внимание, что буквально в ближайшее время нам обещают утверждение нового порядка по медицинской реабилитации, в котором будет утверждена, официально внедрена в нашу реабилитацию международная классификация функционирования. Она уже много где используется, и как раз она является той опорой и поддержкой, когда мы оцениваем не только изменения функций и структур, которые пострадали, изменились в результате болезни, а мы оцениваем, какие уровни активности и участия у человека снизились, и каким образом технические средства могут позволить ее улучшить. При позвоночной спинномозговой травме рекомендуется проводить, использовать эту классификацию несколько раз на протяжении всего курса реабилитации, ну и, конечно, на основании этой оценки должна строиться индивидуальная программа реабилитации. По этим клиническим рекомендациям хочу обратить внимание, что у нас прописано применение лечебной физкультуры с использованием реабилитационного оборудования, которое должно в себя включать, в том числе, реабилитизированные комплексы. И вот обратите внимание, мне очень оно понравилось, когда рекомендовано в разделе ЛФК, кроме физических упражнений, применять прогулки. А вот экзоскелетность сегодня дает такую возможность, когда мы прогулки устраиваем для пациентов с травмой спинного мозга не с помощью коляски инвалидной, а именно они выходят на улицу, гуляют у нас по набережной. И вот, наверное, те слова, которые пациенты и пилоты наши говорят, что мы идем рядом с человеком, глядя в глаза, общаясь на одном уровне, это очень такой вот значимый компонент. В механотерапии, да, вот то, что я сказала, это различные приспособления для восстановления ходьбы, различные варианты роботизированных техник, ну и, конечно, да, все эффекты, которые мы получаем на применении механотерапии, они всем знакомы. Мы сейчас пытаемся, вот на тех доказательных примерах, которые вы услышали в предыдущих докладах, показать, при каких заболеваниях какие сдвиги более эффективные, более качественные, в сочетании каких техник, с какой последовательностью. Вот даже тот вопрос, а как проводить тренировки 15 дней подряд или все-таки на субботу-воскресенье делать перерывы, это тоже нужно, да, вот доказывать, потому что восстановление требуется. Не всегда человек готов к интенсивной реабилитации, которую мы порой навязываем ему из-за того, что у нас очень сокращены курсы лечения. Ну, я думаю, что мы сейчас уже, наработав количество, будем переходить к оценке того качества, да, и формированию конкретных протоколов реабилитации не только по диагнозам, но еще по группам пациентов, по возрасту, по функциональному состоянию и, самое главное, по их социальной активности. Хочу напомнить, что мероприятия социальной реабилитации у нас включают несколько направлений, и этот слайд я показываю не случайно. Мы, к сожалению, до сих пор стоим в границе того, где заканчивается медицинская реабилитация, а где начинается и как долго длится социальная реабилитация. Вот я в своих выступлениях везде говорю, у нас есть один пациент, и на каждом этапе ему требуется как мнение медиков, так и социальных работников на всем протяжении сопровождения этого человека. Поэтому, когда идет разделение, мы сталкиваемся в зависимости от финансирования, взгляда министерств, подходов, нормативные базы. Поэтому давайте ломать барьеры, объединять свои усилия и все-таки работать на качество реабилитации. Ну и уже переходя так ближе к заключению, постараюсь покороче свой доклад сделать, чтобы все успели выступить. Напомнить, что потребностью человека в движении является первый уровень этих потребностей, физиологические. И без первого вот этого уровня не будет ничего остального. При этом ходьба, как наиболее важная локомоция человека, она завоздействует максимальное количество мышц. Сегодня мы увидели прекрасные примеры, когда пациенты с травмой шейного уровня ходят наравне с пациентами, у которых уровень травмы намного ниже. А вспомните, буквально несколько лет назад гарантировать то, что человек с травмой шейного отдела будет ходить и не только в брусьях, а он прекрасно с фиксированными тростями, костылями, да, как бы идет. Но я считаю, это можно назвать просто и чудом. И скандинавская ходьба, когда мы задействуем руки, это практически 85% вовлечения мышц. По сути, в экзоскелете мы имеем тот же самый вариант, поэтому сегодня очень в куларах мы обсуждали много вопросов, а как каждого пациента подготовить к хождению на экзоскелете. Ведь это тоже значимый вопрос, какой комплекс, какое сочетание техник поможет нам максимально подготовить руки, спину, ощущение баланса, вертикализация. И это тоже, я думаю, что перспектива дальнейших разработок. Ну вот из тех пилотов, которые по области у нас были вовлечены реабилитацию. На экзоскелете было 5 пациентов с уровнем шейным, очень высоким травмы, но большая часть это нижнегрудной и поясничный уровня. Мужчины, женщины, ну вот пилота, мужчину, который на левой фотографии, вы видите, тоже часто показываю, потому что у нас есть пока много ограничений. Мы иногда, рискуя или адаптируя экзоскелет, пытаемся эти границы расширить. После травмы у него укорочение бедра на 3 сантиметра. Конечно, без ортопедической обуви он бы ходить не смог. Разная осность экзоскелета. Но когда мы ему этот шанс дали, он, конечно, был безмерно счастлив и рад, и новые, опять же, ожидания для таких пациентов появляются. Ну и в заключение хочу показать пример, что кроме оценки функционального состояния, который традиционно проводим, и он рекомендован, мы попытались включить для того, чтобы оценить возможности конкретного человека и разработать индивидуальную для него программу адаптированный тест 6-минутной ходьбы. Большинство из вас он знаком, мы используем его активно у пациента после заболеваний сердечно-сосудистых проблем. И вот два варианта этого теста мы попытались внедрить на наших пилотах. Первый, когда мы на второй, третий день в зависимости опять же от его состояния проводим в положении ходьбы на месте, мы оцениваем обучаемость человека, контроль положения, его в принципе все характеристики со стороны всех систем, правильность переноса веса тела, постановки, ног, координации, соответственно, насколько плавно работает сам экзоскелет, соосность и так далее, все мы можем проверить. В принципе очень похожие как и к тесту 6-минутной ходьбы критерии оценки и критерии прекращения пробы. То есть здесь у нас идет оценка и по пульсу, и по артериальному давлению, ну и критериями исключения, конечно, отработанные, вот были нами предложены такие показатели, будет интересно, если кто-то из вас либо дополнит, либо каким-то образом еще усовершенствует какие-то тесты. Ну и соответственно, второй вариант теста мы уже проводим в ходьбе на 3-4 сутки, этот тест нам позволяет провести оценку в конце курса лечения. Курс лечения, конечно, еще раз повторяюсь, зависит от возможности госпитализации пациента, чаще всего он длится 14 дней, но результаты мы получаем. Основные из них это и нормализация артериального давления, повышение работоспособности, координация равновесия, но и, наверное, одним из важных является второй пункт, улучшение психологического настроя, хотя есть пилоты, которые выходят в экзоскелет с определенным уровнем скептицизма и есть никак недоверие к самой конструкции, так и к своим силам, но не зря девиз экзоатлета «Дорогу осилит идущий», я думаю, что мы все с вами вместе, объединив наши усилия и с разработчиками, придем к определенным новым высотам и новым результатам. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...